вопрос 3255 18 в том открытым оком кто придумал резать тела людей зашивать их материи кресты не лучше ли просто признавать этих святых из-за них прославить творца ответы гнить игнатия тихоновича лапкина все это плоды тьмы и невежества что сокрыли слова живого бога не случайно сиявление но было это для того чтобы плотским путем добиться духовного приложусь и некая энергия перейдет в меня самое неприкрытое языческое понимание святости и всему дают обоснование и найдут своего этого маскина апологета тьмы мощи латинское слово останки святых почитаемой церковью как исполнены благодати обладающие даром чудотворения святыни начало почитания мощей относится к древнейшему периоду христианстве вырастает видимо из заботы о телах мучеников уже в таком древнейшем памятнике как мучениство поликарско-смирского умер около 150 155 года говорится о том что кости мученика оставшиеся после его сожжения представляет кобычки сокровища драгоценнее дорогих камней чище золота кавычки община хотела обладать ими чтобы быть общниками святой его плоти для следующего третьего столетия свидетельство почитания станков мучеников находим у куприана карфагенского и у дениса александрийского сохранение мощи мученика воспринималось как его продолжающееся соприсутствие в церковной общине как манифестация победы над смертью совершенной христом подавшим святому благодать спасения и повторены в мученическом подвиге это восприятие обусловила праздновать памяти мученика совершение агапы трапезы любви и евхаристии над ее могилой сохранение и почитание мощи было тесто же тесно связано с утверждением веры воскресения во плоти нападки на это учение со стороны гностика видимо тоже даже служили дополнительным стимулом почитания мощей об интенсивности почитания мощей в древнейший период свидетельствуют действия гонителей христиан старавшихся уничтожать тела мучеников дабы не допустить их почитание в мученичестве поликарфа говорится о том что идея получить подучили доложить проконсулу чтобы он не отдавал христианам тела чтобы они не начали поклоняться ему оставил распятого в рассказе евсееве церковь историк 18 век о гонениях некомедии сообщается что преследователь что преследователи решили останки святых вырыть и бросить в море чтобы кто-либо не стал поклоняться и не пили и не причислили их богам очевидно что язычники борются с почитанием мощей как уже с известной им практикой понимаю естественно в привычных ими терминах языческой религии почитание мощей приобретают сложившиеся формы после окончания гонений отдельные формы почитания мощей могут быть вызов вызвать вызывать в конце 3 начале 4 века возражение со стороны часть духовенства например афанасия своем житии с не с неодобрением упоминают утвердившийся в египте обычай не погребать умы усопших святых одержать их тела в домах для поклонения особо резкостью отличались нападки на почитание мощей высказаны а питанским священником вегелянциям в начале 5 века вегелянцы рассматривает почитание мощей как уступку языческим нравом вызывал возражение и обычаи погребать близких рядом с могилами мучеников исходивший от не благодать распространять распространялась по тогдашим представлением и нарядом погребенного и способствовал его спасению подобное воззрение возражение указывали на необходимость упорядочения почитания мощей и на его богословское осмысление смотрите прежде всего трактат святой иранима против вегелянция вегелянция написаны около 4 406 года упорядочение почитания предполагало положение мощей в специальных зданиях мартириях построенных память святого совершение ежегодной памяти со служением харистии день смерти святого положение мощи и счастье в особо ларцы которые верующие носились собою отсюда возникают реликварии частности лилик реликварии в форме саркофага которые могут поставляться церкви особо важным для почитания мощей было развитие обычая перенесения мощей первый известном случае перенесения мощей относятся к середине 4 века 356 357 году император констанция сын константина великого переносит храм от 12 апостолов служивший усыпальнице императоров мощь апостолов андрея луки и тимофея святой василий умер умер 379 году в беседе на память мученицы иулиты говорит о неповрежденности тела мученицы явно указание на то что тело было изнесено из земли имеется также свидетельство григория богослова иона златоуста распространение этого обычая было весьма постепенным судя по словам иона златоуста умер 47 году в это в его время большинство тел мучеников находилась в местах их погребения то есть на расположенных вне городов кладбищах выкапывание перенесение мощей могло восприниматься неоднозначно в указе императора феодосии великого 386 год на эти действия налагался запрет в этом запрете косвенно отражалась видимо ментальность позднеантичного языческого общества для которого соприкосновения с телами мертвых исполнены нечистоты и дурных предзнаменований осуждение почитание мощей сочинениях юлиана вступника 322 300 363 год кавычка 6 без телами мертвых через бесчисленное собрание народа посреди стесненных толп от сверняющих глаза людей не вставляющим ничего доброго зрелище мертвеца кавычки закрыты тем не менее перенесение мощей утверждается как общепринятая практика и в указе императора льва великого правившего 457 по 474 год перенесение мощей священное здание или храмы дозволяется при условии согласия епископа западной церкви происходят целом те же со те же процессы что и восточного и восточной первым перенесением мощей было здесь извлечение из могил и положение новой церкви остатка мучеников герва сия и протасия совершенный 386 году с этим амбросим медиаланским и здесь вместе с тем практика первоначально отталкивается на возражение сравните послание папы григория великого около 400 около 540 604 года к императрице констанции с отказом в просьбе прислать главу или другую часть мощи апостола павла здесь говорится что нарушение покоя тел святыми святых рассматривается на западе как недопустимое и святотарственное несмотря на противодействие этого рода перенесение мощей прочно утверждается в жизни церкви стимулом для этого является живое ощущение присутствие святого в церковной общине обладающий его мощами григорий низкий пишет что те кто держит мощи заключают в объятие живое тело святого из полной силы они ощущают его присутствие всеми чувствами и не проливая слезы почитания любви обращают к нему молитвы о заступничестве так словно он был перед ними поэтому обретение мощей святого воспринимается как обретение заступника посланного богом данной общине блаженный августин говорит об обретении мощей первомученика стефана кавычки столь долго его тело лежало сокрытым она явилась когда бог пожелал этого она принесла свет всем странам им были совершены такие чудеса с атом в розни медиаланский рассматривает обретение мощи мучеников гирвасе и протасе как дар божий и благодать и благодать посланная сего его пасты во время его служения и добавляет хотя я не удостоился стать мучеником я по крайней мере этих мучеников улучшил для вас перенеся мощи святого свой храм или город община обретает патрона и покровителя показательно что церемония перенесения мощей была построена по образцу церемониала вступления в город императора то есть позднеотечном понимании верховного покровителя гражданской общины именно таким восприятием объясняется распространенные споры о том какому городу или какому храму должны принадлежать мощи того или того или другого святого равно как и нередки случае похищения мощей первым перенесением мощи в историю русской церкви было открытие мощи великого княк великой княгини ольги которые были перенесены в десятину церковь святым владимиром вслед за этим при ярославе 1026 году были извлечены из могил и положены церкви тела святых бориса святых благоверных бориса и глеба в 1072 году они были торжественно перенесены в новую церковь еще одно торжественное перенесение было совершено в 115 году перенесение мощей приобретает особую значимость в связи с тем что в церкви утверждается обычай строить храмы на мощах святых при этом мощи обычно полагались под алтарем иногда также с одной из сторон алтаря или у входа в храм это установление восходит видимо к обыкновению возводить храмы над могилами мучеников сложившимися еще во времена гонения правило согласно которому ни одна церковь не должна строится не на мощах святых которые должны быть полагаться под алтарем было принято пятым карфагенским собором правило 10 6 7 веке однако еще случались отдельные отступления от этого правила строить церкви без полагания мощей было воспрещено в седьмым вселенским собором здесь указывалось что в тех храмах которые были освящены без мощей было совершено положение мощей если же какой-либо епископ посетил бы без мощей новый храм то он должен был бы тот лучом кавычка как приступивший церковное предание правило 7 одну из причин принять этого правила было непосчитание мощей частью киноборцев которые против которых и был направлен 7 сельский собор мощи помещались а также в алтарях переносных церквей силу данного развития в церковной практике утвердилось правило не совершать евхаристию не на мощах святых поэтому частности в практике русской церкви мощи непременно зашивается в антиминс линяной или шелковый плат с изображением положением христа в агроб который кладется на престол и на котором совершается освящение святых даров и священник может служить литургии без престола только на антиминсе в греческой церкви мощи в антиминсе не зашиваются поскольку не допускается служение литургии не настоящем престоле с положенными в нем мощами в любом случае мощи рассматриваются как необходимо условия совершения литургии почитание мощей связано с предыдущим им даром чудотворения то есть считается что благодатные дары данной святому сохраняется его мощах к этим даром относятся прежде всего сила исцелять различные болезни и изгонять бесов мощами по словам иоанна дамаскина бесы изгоняются недуги исцеляются немощные врачуются слепые презирают прокаженные ощущаются искушение и скорби исчезают точное изложение книги 4 глава 15 силу этого храмы монастырей в которых содержатся мощи особо почитаемый статых становится местом паломничества в россии к таким центром относятся прежде всего киопечорский монастырь вокруг них могут образовываться особые общины не исцеленных и переживших изгнание бесов доступ к мощам мог быть как постоянным так и временным в греческой церкви мощи обычно хранились в алтаре и предлагались до поколоний народу лишь день памяти святого и в храмовые праздники антони новгородец своей книге паломник хождение константинополь около тысяча двадцатого двухтысячного года рассказывает что там есть монастырь святого пророка или и и в нем церковь а в ней мощи святых множество и на праздник во всей церкви поставляет престола столы и на них возлагают мощи святых мощи могли носить в крестных ходах и возлагать на больных многие мощи святых источали мира о чем специально говорит юан-дамаскин в точном изложении веры мощи святых могут представлять собой как целое тело такие лишь такие лишь части или частицы тел обыкновение расчленять мощи святых на части которые помещались а затем в разных храмах сложилась дата достаточно рано и получал особое распространение в греческой церкви феодорик кирске около 393 года около 400 6 около 466 пишет о святых мужественные души победоносцев витают на небе что же касается до тел то не скрывает один гроб тела каждого но города и селения разделив их тела между собою называют их спасителями и врачами душевными и телесными и чтут их как защитников и хранителей это может приводить к расхищению станков святых так тело канцетопольского патриарха евтихия умер в пятьсот восемьдесят втором году едва не была расхищена еще в то время когда его несли в храм для погребения отдельные протесты противоподобных действий например уже упоминавшийся указ феодосия великого 386 год запрещавшие расхищение мощей и торговлю ими или послание папы григория великого к императрице констанции с отказом прислать главу апостола павла не имеет длительного влияния мощи могут быть как тленными таки как нетленными таки тленными нетление мощи как свидетельство святости не является обязательным признаком и получать значимость лишь относительно в относительно позднюю эпоху многие сохранившиеся до наших дней мощи равно как и многочисленные древние свидетельства показывают мощи как кости святых в повести об обретении мощи первомученика стефана рассказывается что его тело обратилась в прах говоря мощах апостола петра и павла блажен ираним называет их их почитаем их почитаемые кости мощи апостола андрея луки тимофея перенесенный константинополь императором констанциям помещались небольших ковчег сах то есть представляли собой кости и в позднейшее время афонские монахи могли специально подчеркивать что мощь афонских святых представляют исключительно кости поскольку согласно их объяснению они для поддержания веры не нуждаются сверхъестественных знаках из древнейших времен появлялись однако и мощи видений длинных тел так василий великий говорит о неповрежденном теле мощницы и улиты позднейшее время однако нетленность мощей часто рассматривается как свидетельство святости то есть как действие благодати пронизывающие тело святого как сверхъестественное состояние соответствующие присущим мощам дару чудотворения так по хвале патриарху арсению умер 1273 году противнику латинофильской политики палеологов написавший в конце 16 14 века говорится написано конце 14 века говорится о его неповрежденном тлением теле приносящем исцеление нетленные мощи патриарха противопоставляются в кавычках раздутому и безобразному трупу его гонители михаила восьмого палеолога нетленные мощи патриарха рассматриваются как свидетельство святости а разлагающиеся тело императора как результат отлучения которому арсений поверх михаила восьмого нетлением мощи как признак святости приобретает особую значимость русской церкви представление о нетлении как свидетельство святости вступало сложно противоречивое взаимодействие с народным представлением о нетлении как результате неправедной смерти существовавшим и у греков и у восточных славян умершие подклятвую заложенные покойники поздних греческих сочинениях может подчеркиваться отличие мощей сохранившийся в виде целых тел от неразрушенных тел пребывающих подклятвую покойников первые благообразны благовонны и засохлы вторые безобразны злобон и раздуты как бараны со рынке упомянутое высшее описание тело михаила восьмого и в данном случае представление святости в христианском понимании и о ее признаках могли выступать как отдельный от радикальный отказ от традиционных воззрений наряду с мощами в узком смысле слова аналогично почитание может распространяться и на ряд других предметов находившийся физическом контакте с телом святого прежде всего ту ткань в которую облекались мощи так называемый брандеум воск от свечей от свечей стоявших на могиле святого и так далее богословское смысле и почитание мощей основывается на понимании творения как благого деяния божия в котором изначально содержится благая воля творца замысел божий о спасении мира а его преображение в грядущем царстве небесном мощи святых представляют собой частицы этого преображенного и вещества исполненного божественную благодатью царствие небесное зримо присутствует в них уже в нынешнем веке святой мброси и медиаланский в слове о святом назарии и кельсии называет мощи семенами вечности соответственно почитание мощей понимается к почитанию тех кто в своем духовном подвиге осуществил замысел творца о мире блажен и ироним посланник репарию в вегелянции пишет не почитаем не поклоняемся не служим твари более творца почитаем мощи мучеников чтобы поклоняться тому за кого они пострадали это осуждение блаженного иронима о мощах полностью соответствует известному тезису святителя василия великого о почитании икон в кавычках честь воздаваемые образы переходит на первый образ кавычки особенно четко вопрос о почитании мощей был разработан святым ионом дамаскиным поскольку ряд иконоборцев наряду с поклонением иконам отрицал и поколение мощам святых дамаскин свои словах защиту святых икон говорит и о мощах он пишет что святые при жизни исполнены были святого духа когда же скончались благодать святого духа присутствует и с душами и с телами их в рабницах и с фигурами и со святыми иконами их не по существу на плагану по благодати действию энергии поклонение мощам также как и поклонение иконам выражает признание значимости вещества в домостроительстве спасения преображение мира дамаскин указал на и было на боговоплощение как исходный момент этого домостроительства продолжает кавычки не поколоняясь веществу но поколонясь творцу вещества сделавшемуся веществом ради меня соблаговолившему поселиться в веществе и через посредство вещества совершившему мое спасение почитающий благоговею и перед остальным веществом при посредстве которого совершалось мое спасение как перед исполненным божественными силами энергиями благодатью таким образом мощи суть явления в обожженной твари через которую совершается спасение человечества преображение вещества мира в обожженное вещество грядущего царствия и замани и землетел здесь неприкрытый бунт против и творца еговы бытие 3 19 в поте лица твоего будешь ли из хлеб доколе возвратиться в землю из которой ты взят ибо прав ты вправ возвратишься и of 14 12 так человек ляжет и не станет до скончания неба и не пробудется и не расправить от сна своего почитали мощей не должно заходить до дальше почитания допущенного в библии памяти сохранять памяти в молитвах благоговеющий перед словом божиим могут только погребать они вырывать и не терзать из тела усопших не шаманит одними деяния 82 стефана же погребли мужи благоговейны и сделай великий плач о нем я спрашиваю сам себя в который раз читая повести пророка дней минувших а мог бы я такой создать рассказ и даже извините может лучше таким же человеком был илья подобный нам уже нет хламиды дерзил царю томился без питья след за металл хотя и грозен с виду распорядиться лучше моисея чудесным жезлом где он и расправой в засаде здесь противники засели не продохнуть ни слева и ни справа примере множество пряжек на тощий шеи напрягаю жилы след вслед когда тому в мой путь проляжет как будто с тем пророк вместе служили сумел бы также в смуте устоять ослабить на курорты притязания сдать все экзамены посмертные на 5 соратники меня они бы зла взяли чтоб не простыть ни к члену и ничтожным старался пропитаться их идеи христовой силы пламять уничтожить и вам не доставит радости к бедни сердцам пробиться трудно без обмана и ложка постам совсем совсем не вхожа награда не сегодня много позже читая библию с восторгом узнаю как много верено и мне от иеговы могу пойти на север и на юг от замок от запада к востоку быть готовым обещан не тот же дух статуи что силы облечен и не обманет на всех мощах на всех концах да будет мой восток так подтвердим христиан христианина звание 10 06 10 2006 год игнати лапкин